Друзья, всем привет! С вами снова Марина Панкова. Вы находитесь на моем канале, а мы находимся в Геленджике. И сегодня у нас обзор на гостиницу Горный Воздух, которая расположена хоть или далековато от моря, но зато прям сразу на трассе М4 Дон и около подножья горы Олимпы. Ну что, не будем затягивать и погнали! Посмотрим, что здесь новенького интересного. И сейчас мы посмотрим номера. Тут, как нам сказали, две категории номеров. И, естественно, посмотрим обе категории. Идем! Ну и сейчас у нас на очереди номер стандарт, который расположен на третьем этаже. Идем смотреть! Так, расскажу немножко про номер. Номер категории стандарт, как я уже говорила. Вне сезон. Стоимость номера 1500 рублей. В сезон 2500 рублей. Но еще подпишем. Заходим. Так, здесь у нас шкафчик, одеялко, зеркало. Давайте сразу начнем с санузла, раз он что-то нас манит. Такой симпатичный санузел в зеленоватых тонах. Душевая кабина. Принадлежности. Так, гель есть, шампунька есть, мыло есть. Все есть. Так, и фен, кстати говоря, тоже немаловажно. Фен тоже есть, полотенца тоже имеются. Все. Так, ну и смотрим. Там номер. Так, телевизор, тумбочка, большая двуспальная кровать. И, кстати говоря, как будто бы это кожа, ну, наверное, кожа зам, но похоже, кожа такая мягенькая. Две тумбочки, все симпатично. Так, и вид, давайте посмотрим. Вид у нас, о, смотрите, насосная. И там, вот, с правой стороны горы. Красота. Телефон. Тут есть даже телефон. Алло, здравствуйте. До свидания. Мне пожелали хорошего дня. Ребят, ну и такой же номер решили показать вам с двумя отдельными кроватями. То есть тут есть с одной и с двумя. А так, в принципе, все одно и то же. Ну, не будем задерживаться. И идем смотреть дальше. Ну, и сейчас у нас на очереди номер категории люкс. По стоимости все укажу в описании. Пойдемте смотреть. Открываем. И первое, что бросается в глаза, это большая кровать. Двуспальная кровать. Места здесь гораздо больше. И кто смотрит мои обзоры, тот знает, если Мариночка находится в категории люкс, то, что она делает правильно. Окна. О, здесь уже большой телевизор. Тумбочка. И, кстати говоря, заметьте, что здесь потолки неровные. Тоже, кстати говоря, интересненько. И большое достаточно окно. Ребята, я обратила сейчас внимание, что отсюда открывается вид на море. Посмотрите. Видно, видно? О, и с правой стороны прям море. Красота. С одной стороны горы, с другой море. Так, здесь тоже уже побольше места. Душевая кабинка уже другая. Полукруглая. Так, здесь тоже все имеется. Шампунька, гель для душа, мыло, фен. Так, у нас полотенце тоже в наличии. Ну что, отлично? Ребята, ну и хочу немножко поговорить про это место. Тут, помимо гостиницы, через два месяца откроется круглосуточное кафе в стиле Чикаго. В таких ярких красных тонах, где можно будет поесть, отлично провести время. И также, если вы не захотите там сидеть, то можно будет себе приобрести напитки по цене магазина. Что, очень, кстати говоря, приятно. Также хочется обратить внимание, что здесь ни в одном номере нет холодильников. Но, что приятно и радует, что гости этого отеля могут пообедать, позавтракать в кафе при гостинице. Ребята, ну что, наш обзор подошел к концу. Что хочу сказать немножко от себя. Соотношение цены и качества, мне кажется, что это отличный вариант. Также идеально подойдет людям, кто здесь проездом. Потому что, как я уже сказала два раза, что он находится прямо на трассе. То есть, не нужно никуда заезжать, тратить время, стоять в пробках и так далее. Пожалуйста, вот заехали, переночевали и поехали дальше. Это очень удобно. А так, здесь, в принципе, все очень чисто, аккуратно. И, опять же, повторюсь, цены здесь очень высокие. Поэтому, welcome. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. И, кстати говоря, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. По традиции, если вы были здесь, обязательно напишите, скажите. Ну, а мы пойдем дальше. Спасибо.